Привет! В сегодняшнем выпуске Enlisted News, что нам показал тест нового события операции, немного мистики и другие новости проекта. Игрок решил выкопать в Тунисе противотанковый ров и так увлекся, что получилась дыра в преисподнюю, которая позавидует известной своей глубиной кольской сверхглубокой. Из рассказов очевидцев известно, что в дыру провалился мотоциклист с мотоциклом и куча ботов. Жертвы продолжаются. Понятно. Вместо силы. Копая ямы, помните, без внятного ТЗ результат ХЗ. Это касается разработчиков, которые запустили тест ивента операции, который был анонсирован как тестовое соревнование, и результат получился как обычно. Хуня! Там бы на трезвую поработать, может и вышло бы что-нибудь годное. Ну у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Недели не прошло после обновы с прокачкой солдат, и тут на тебе. Я, конечно, понимаю, что это тест, но какой-то ТЗ должно же быть. Ну не ТЗ, а хотя бы просто продумать тему. Задумка ведь хорошая. Сколько же времени у нас не было что-то такого, чтобы могло быть хоть как-то разнообразить игру. Помнится, 30 сентября, в день начала битвы за Москву, даже намека не было на какой-нибудь ивент, наподобие дня Д, который был летом. А тут уже про регулярность говорят, про призы и многое другое. Суть. Операции планируются как регулярные ивенты, которые будут длиться от нескольких дней до нескольких недель. В рамках событий игроки будут сражаться уже в знакомых миссиях и режимах, а их результаты будут отображаться в таблице рекордов. Кроме обычных условий боя могут быть ограничения, например, определенный уровень прокачки кампании. Ну а лучшие игроки, естественно, будут на вершине таблицы. В наградах появятся декораторы ников, уникальный портрет игроков и на тесте были пару серебряных заявок на солдат с оружием. Кому-то это пустяком покажется, а кому-то наоборот будет интересно. Тут уже каждый сам для себя определяет, как ему это все. Хотя можно было бы и посерьезнее награды сделать, а не две заявки. Все-таки это уже рейтинговые бои. Кроме этого, обещали добавить в профиль достижения игрока сначала OBT Enlisted и возможность его просмотра другими игроками. Однако тут возник спор на форуме, который один из участников дискуссии весьма иронично подытожил своим постом. Так что же произошло на тесте, чтобы в итоге само событие получило негативные оценки геймеров? Ну, во-первых, выбрали для теста тунисскую компанию, в которой на данный момент играет не так много игроков. Инженеры там на девятом уровне и с респами напряженка была. Возможно, был расчет на то, что будут брать мотоцикл с инженером в экипаже. Во-вторых, был выбран не самый лучший режим уничтожения, в котором есть дисбаланс по ролям сторон. В более выгодном положении находилась сторона в защите. У нас на стриме были бои, когда атакующей стороне попросту не давали зайти на точку для установки мины. В-третьих, непродуманная система рейтинга. Если взять таблицу, то в топе в большинстве случаев оказались те, кто провел один бой. При этом у некоторых процент побед выше 100, а то и больше. Ну, что это за цифра такая? 566%. В-четвертых, система рейтинга в первую очередь ориентирована на количество киллов, что в итоге превращался в погоню за фрагами. По сути, можно было сесть в танк и тупо издалека настреливать фрагов. За минирование и разминирование опыта давалось меньше, а работы по сути больше. Отсюда вытекает и следующий пункт. В-четвертых, важно играть в команде с друзьями. По крайней мере, шанс на победу будет выше. Один респ ставит, второй минирует, третий прикрывает. Ну, вы поняли. В-четвертых, если до ограничения на вход в операцию догадались, то до минимального порога попадания в рейтинг почему-то нет. В итоге в рейтинге на первых местах игроки с одним боем. В-четвертых, из-за симметричного баланса в игре, кампания, в которой происходят события с нужными отрядами, должны быть прокачаны полностью. Ну и тут наверняка кто-то найдет свои минусы, а кто-то тупо будет драться за место в танке на возрождении, чтобы также тупо потом настреливать фрагов. Но мы же в шутер играем. В натуре! Вообще, если разработчики так ратуют за киберспорт в своей игре, то условия у команд должны быть равны, чего мы сейчас не наблюдаем от слова совсем. Роты поплопнули. Да и социальную составляющую надо развивать, чтобы игроки могли объединяться в кланы, проводить тренировки и турниры, а для этого как минимум нужны пользовательские лобби, которые мы ждем с 24 августа. Получается так, что нам было обещано много чего, а из всего этого мы получили шиш да маленько, а из того, что получили, во многом не соответствует тому, что было написано в анонсах. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Да и вообще, данное событие сейчас выглядит как обещание найти другие способы получения серебряных заявок. Так их не так много дали. Да, это тест, но первое впечатление влияет на дальнейшую оценку. Так, может быть, стоило бы для начала более лучше продумать свою идею, а потом уже выкатить на тест. Я серьезно, кто-нибудь обратил внимание, что в эти дни был скорректирован баланс в некоторых мессиях, коих немало. Я думаю, что да, но все-таки больше людей хватило желания попробовать новые события. Именно поэтому в это время людей в катках было больше, чем обычно. Как правило, в обычные дни живых людей играют в эту кампанию на порядок меньше и чаще всего за союзников. Да и тут все равно полно ботов. Это видно даже потому, как солдаты респаются не с построенного реста, что было бы логично, а с базового. Так что если кто-то решит попапать на свое нагибаторство, не забывайте, что при любом раскладе 80-90% вы нагибаете ботов. Таковы особенности игры. Ну, а что касаемо самого теста операции, то для начала, наверное, все-таки стоило бы хорошенько продумать его, а уже потом показывать и тестировать. Да и про другие вещи не забывали, которые сами же разработчики обещали сделать, а вот и ныне там. Как может и не стоило городить новые проблемы, не решив старые. А на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны на него, и не забудьте про колокольчик, который нужно нажать, чтобы не пропускать мои новые видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok